квантовые физики, которые официальные ученые пока не могут точно объяснить. И которые же, опять же, нарушают квантовую физику. Вы знаете, что там есть противоречие между квантовой фундаментальной физиками, классической, можно сказать так, физикой. А тут у нас, получается, еще открываем законы силы, которые противоречат вообще всем физическим законам. И которые нас на шаг ближе делают доказательства путешествий во времени. А вы знаете, что я уверен, это стопроцентная уверенность, что путешествия во времени возможны, как в прошлое, так и в будущее. Бесполезно со мной спорить. Я вам, как говорится, докажу попозже чуть-чуть. Хорошо. Существует только один электрон, который движется вперед и назад во времени. Открытие. В мире элементарных частиц все электроны считаются идентичными, обладая одинаковым зарядом, массой и спином. Спин – это вращение. Эта неотличимость привела к любопытной теории, предложенной физиком-теоретиком Джоном Уиллером. Возможно, существует только один электрон, который постоянно движется вперед и назад во времени. Уиллер предположил, что электроны, их античастицы, позитроны, на самом деле являются одной и той же частицей, которая меняет свой заряд при движении назад во времени. Это объяснило бы их идентичности тот факт, что позитроны имеют положительный заряд, а электроны – отрицательны. Однажды в аспирантуре Принстонского колледжа мне позвонил профессор Уиллер и сказал, «Я знаю, почему все электроны имеют одинаковый заряд и одинаковую массу», сказал Фейнман на своей лекции 1965 года, потому что все они – один и тот же электрон. Однако эта теория сталкивается с проблемой во Вселенной гораздо больше электронов, чем позитронов. Если бы электроны и позитроны были одной и той же частицей, движущейся во времени, ожидалось бы равное количество обеих частиц. Уиллер предположил, что недостающие позитроны могут быть скрыты в протонах. Но это объяснение не было убедительным. Кроме того, идея о том, что одна частица может существовать во многих местах одновременно, противоречит принципам квантовой механики. Несмотря на эти проблемы, теория Уиллера впечатлила физика Ричарда Фейнмана, который использовал ее для разработки описания позитронов как электронов, движущихся назад во времени. Понимаете, что мы на пороге сенсации. Зафиксируем эту новость и идем дальше. И прям следом, встык у нас новость, которая очень хорошо ложится в предыдущую. Физики начинают переосмысливать реальность, выходя за рамки коробки Шрёдингера. Код Шрёдингера, знаете, что такое, да? Философское такое научное познание, что вроде там он есть, этот код, а вроде его нет. И пока мы не откроем эту коробку Шрёдингера, то мы можем быть уверены в том, что на 50% там код есть и кота нет. Давайте я прочитаю новость, и вам станет более понятней. Физики из Калифорнийского университета в Дэвисе, Лос-Аламосской национальной лаборатории Швейцарского федерального технологического института в Лозане представили новую интерпретацию квантовой реальности, бросающую вызов традиционным представлениям. Исследование еще не прошло, рецензирование и доступно на сервере припринтов. Пока оно еще не прошло, это только вот так сырая, прям вот спечки, прям вытащили для вас. Квантовая механика, которая описывает поведение атомов и субатомых частиц, ввела в физику концепцию неопределенности. Согласно этой теории, объекты не имеют определенных свойств, таких как скорость и положение, пока они не будут измерены. Вместо этого они существуют как волны возможностей, представляющие все возможные результаты. В 1950-х годах физик Хью Эверетт предложил интерпретацию квантовой механики, также называемую множеством миров. Эта теория предполагает, что каждый возможный результат измерения создает новую реальность или мир. Таким образом, существует бесконечное количество параллельных миров, каждый со своим уникальным набором событий. Новые исследования выходят за рамки интерпретации множества миров Эверетт, предлагая иную концепцию с еще большим количеством миров. Исследователи утверждают, что наш взгляд на квантовую реальность слишком узкий, поскольку он фокусируется только на ограниченных подсистемах, таких как коробка Шрёдингера. Исследователи разработали алгоритм, который учитывает более широкий контекст квантовых систем. Они обнаружили, что некоторые квантовые свойства могут быть более жестко заданными, чем считалось ранее, что снижает вероятность запутывания определенных критических свойств. Это означает, что таблица, описывающая кошку Шрёдингера, кота Шрёдингера, может быть неполной, если мы не принимаем во внимание более широкий контекст, включая окружающую среду и даже отдаленной галактики. Вы можете объединить часть Земли и галактику Андромеды в одной подсистеме. Это совершенно законная подсистема, объясняет физик. Теоретически нет ограничений на то, как можно определять подсистемы, добавляя длинные списки близких и далеких состояний, которые могли бы отгородить реальность совершенно разными способами. Исследователи подчеркивают, что их алгоритм не имеет большого концептуального значения, но он может найти применение в разработке новых методов изучения квантовых систем. Это может иметь значение для разработки квантовых компьютеров и других передовых технологий. И не только. Это всё в пользу копилку про путешествия во времени.